Ровно три месяца спустя после атаки Хамас 7 октября территория Израиля продолжает подвергаться обстрелам из южной части сектора Газа. Эти кадры опубликованы утром воскресенья. А накануне вечером израильские военные объявили, что на севере сектора завершён, цитата, «демонтаж структур Хамас». «В результате упорной и решительной битвы мы ликвидировали военную базу Хамас в Джабалии. Хамас больше не действует организованно в этом районе. Там мы лишили его основных возможностей. При этом боевики в Джабалии всё ещё есть. Однако теперь они действуют без структуры и без командования». В Цахал заявляют, что с начала конфликта на севере сектора Газа уничтожено 8 тысяч террористов и изъято 30 тысяч единиц оружия. И теперь основные усилия необходимо сосредоточить на центральной и южной частях сектора. Боевые действия, по оценкам израильских военных, будут продолжаться в течение всего 2024 года. Утром в воскресенье в ходе заседания военного кабинета Беньямин Нетаньяху ещё раз подчеркнул решимость идти до победного конца. «Мы не должны прекращать войну, пока не выполним все её задачи. Ликвидация Хамас, возвращение всех наших заложников и обещание, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля». Однако в израильском обществе продолжает расти недовольство методами ведения войны и её результатами. Спустя три месяца десятки заложников по-прежнему остаются в плену у террористов. В Тель-Авиве не прекращаются многотысячные акции протеста против правительства Нетаньяху. «Освободите нас от этого правительства и позвольте нам восстановить доверие к такому израильскому правительству, которое будет заботиться о похищенных, обеспечит политические перспективы, будет знать, как брать на себя ответственность за свои действия и восстановит всё, что вы испортили». Воскресное утро в Тель-Авиве началось с акции, организованной с семьями заложников. Её участники выставили в ряд вдоль берега моря сотни пар пустой обуви. Девиз инсталляции «Давайте покажем заложникам дорогу домой». Но это ещё и дорога, полная страданий, по которой идут те, кто вот уже три месяца не видел своих близких. «Я хочу, чтобы люди встали на моё место и пошли тем же путём, по которому мы идём каждый день, ложась спать, просыпаясь, с огромной болью и печалью. И это мой призыв ко всему миру вернуть их домой». Поиском путей урегулирования этого конфликта посвящён только что начавшийся недельный тур госсекретаря США Энтони Блинкина по Ближнему Востоку. Накануне вечером он прибыл в Иорданию. «Мы ищем пути, как снять эту напряжённость с помощью дипломатии, чтобы люди могли вернуться домой, могли жить в мире и безопасности. Это то, над чем мы очень активно работаем. Это станет частью обсуждений, которые мы проведём в ближайшие дни не только в Израиле, но и с другими заинтересованными странами». Ситуации на Ближнем Востоке озабочены не только США. В воскресенье в Израиль уже с четвёртым визитом за последние три месяца прибудет и глава МИД Германии Анналена Бербак. Ситуации на Ближнем Востоке Ситуации на Ближнем Востоке